Жемчужина Аби Жемчужина Аби Паралимпийцы, в какой атмосфере они проходили и какие результаты показали спортсмены Всему виной ажиотаж Сургут полностью обеспечен продуктами и товарами первой необходимости О чем власти игры договариваются с крупными поставщиками И дышать свободной и полной грудью теперь можно в поездах РЖД отменили ряд ограничений за снижение заболеваемости коронавирусом в стране В Ханты-Мансийске завершились первые международные игры паралимпийцев «Мы вместе – спорт» На церемонии закрытия президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что на этих соревнованиях соперничали сильнейшие спортсмены мира Особо отличились наши знаменитые биатлонисты С некоторыми из них удалось пообщаться нашей съемочной группе Так многолюдно в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко не было давно Здесь громко приветствуют всех спортсменов И не важно, откуда они приехали – из Белоруссии или из необъятной России Отлично отстреляла Екатерина Румянцева, берет она пока вверх Екатерину знает вся наша страна Ей всего 31, а самых значимых и дорогих для сердца медалей Дома как минимум пять, говорит, успеха и помогли добиться тренеры Ведь придя в биатлон, она только два года стрельбу осваивала И освоила сегодня опять ни единого промаха Эмоции вот эти, они, как сказать, благодаря болельщикам Они когда приходят в нас и какая-то желание появляется бежать, бежать И вот благодаря им, вот я слышу, какой-то праздник за нас болеет, поддерживает нас И хочется бежать, бежать, ну, чтобы они болели за нас И в итоге выходит такой результат? Да, да А стрелять не мешает? Нет, нет Кстати, в этот день Екатерина стала второй, уступив россиянке Юлии Михеевой А вот Александр Праньков еще не знает, что равных по итогам состязаний в спринтерской гонке ему не будет Шесть километров за 16 минут, 28,7 секунды и не единого промаха За такой короткий срок все подготовили, просто, ну, прям, чудо, это волшебники какие-то Круто очень И я очень рад, что в это непростое время наша страна сплотилась и стала чуточкой, не чуточкой, а намного ближе друг к другу И для меня даже тоже это открытие, что наши, ну, россияне, в принципе, россияне могут в такой тяжелой ситуации просто сплотиться и быть все вместе Еще один известный российский лыжник Владислав Лекомцев нам признался, что осадочек после несостоявшихся состязаний в Пекине, конечно, остался, но жизнь на этом не останавливается Осадочек, да, есть небольшой, но уже это как-то это, уже отошли от этого, можно сказать Через соревнования лечимся Хантематист как встретил? Очень приятно, болельщиков, и очень приятно выступать при такой поддержке И внимание, отношения, все это на самом высоком уровне Пока одни спортсмены на трассе, белорусские тренеры мониторят ситуацию Жизнь продолжается, это первое самое главное, жизнь продолжается Ну, дух поддержать удалось все-таки спортсмены? Конечно, конечно, однозначно, спортсменам такой турнир нужен был обязательно Я довольна выступлением наших спортсменов, я сейчас болею, чтобы Юрий Голуб получил медаль Мне хотелось, чтобы у нас не было в одни ворота, а были у нас и медалисты среди гостей, участников наших открытых игр Потому что это достойные спортсмены, и на чемпионате мира Юрий составлял серьезную конкуренцию нашим спортсменам российским Поэтому, ну, победит сильнейший спорт, это спорт Так или иначе, российские биатлонисты Голубков и Абди Каримова одержали победы в спринте в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата А вот среди атлетов с нарушением зрения равных не оказалось нашей биатлонистке Анастасии Багиян Владислав Лекомцев стал вторым, уступив 8 секунд Александру Пранькову в спринте стоя На Паралимпийских играх в Югре российские спортсмены завоевали 106 медалей 39 из них золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых Напомню, что решение о проведении игр в столице Югры было принято лишь за неделю до начала соревнований После того, как Международный Паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от игр в Пекине Белорусских атлетов в этом году тоже развернули в Китай перед стартами и отправили домой Но праздник спорта все же состоялся Практически все участники игр из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана отметили высочайший уровень организации соревнований в Ханты-Мансейске Как раз настроение повысилось и улучшилось С Китая приехали все, конечно, очень расстроены Это отмечает все наши гости из других стран, участники наших открытых игр Особенно после... Вот сейчас мы как раз в Белоруссии обсуждали открытие Всем очень понравилось, все влюблены в губернатора Ханты-Мансейского автономного округа Очаровала, да? Да, но Наталью Владимировну невозможно не влюбиться и не быть очарованным Потому что это человек, который видит людей, который понимает, который работает для людей Ну все великолепно, шикарно В аэропорту, грубо говоря, вынесли, занесли Вот ваше национальное, значит, в национальном, я не знаю, как это называется Сыграли такой прием, теплый, шикарный Всего в соревнованиях приняли участие около ста спортсменов Они соревновались в шести видах спорта Все они входят в программу зимних паралимпийских игр Это лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, керлинг на колясках и слэдж-хоккей Стоит отметить, что правительство России сохранило и размер вознаграждения для победителей призеров В том же объеме, в котором его планировалось выплатить по итогам игр в Пекине 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона за серебряную и 1,7 миллиона за бронзовую Также были предусмотрены выплаты тренерам и специалистам Ну а еще больше повезло жителям окружной столицы, которые могли посетить все соревнования абсолютно бесплатно Свободных мест на трибунах не было Мы за всех, за наших спортсменов болеем и радуемся Как считаете, соревнования на должном уровне проходят? Я считаю, очень достойно провели А где еще были? Мы на всех наших соревнованиях На слэш-хоккей ходили Собраться за 7 дней, как бы это все организовать Ну довольно-таки хорошо, удачно, понимаете Ребята все-таки должны где-то были выплеснуть всю энергию, которая накопилась И по крайней мере здесь их оценивать, да, скажем И народу хорошо посмотреть Люди ведь тоже соскучились за такими событийными мероприятиями Сегодня просто замечательно Мне кажется, замечательная погода Очень повезло параолимпийцам, что вот сейчас такая погода Не всегда, не каждый год в это время у нас такая погода А сегодня просто чудесно Сургут по запасам товаров первой необходимости более чем обеспечен Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал заместитель губернатора Югры Роман Генкель В крупнейшем муниципалитете региона сформированы как минимум месячные объемы В ряде городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа Наиболее высоким спросом пользуется сахар Фиксируют, что интерес к нему в зависимости от территории вырос на 200-600% Объяснить это оправданным спросом нельзя Это поведенческая модель, сформированная ажиотажем, который создали сами жители Вместе с тем до 80% товарооборота из сегмента первой необходимости осуществляется через федеральные сети С руководством крупнейших ритейл-компаний плотно взаимодействует правительство региона Определенная сложность была, что с учетом вот этого ажиотажного спроса Просто даже логистику изменить, это занимает определенное время Ну и плюс заводы, когда заключали контракт, они не рассчитывали, что такой скачок Будет резкий потребление, им тоже необходимо время на перестройку Но вот уже буквально, по-моему, позавчера мы проводили ВКС С участием муниципалитетов и представителей торговых сетей Вот как раз там по тому же сахару, по-моему, ВКС-5 и РТВ-групп уже сказали Что пошел на определенный, если не спад, то стабилизировался спрос на тот же сахар И уже такого ажиотажного роста спроса нет Также в регионе видят повышенный спрос на соль, муку, другую бакалею, а также овощи Последнее, впрочем, связано с сезонностью Запасы прошлогоднего урожая постепенно иссякают Однако опасений того, что возникнет дефицит продуктов и товаров первой необходимости, власти не видят Россия по многим позициям является крупнейшим производителем в мире А на экспорт в целый ряд стран сахара и зерновых сейчас власти страны ввели временный запрет Требуется лишь время на перестройку маршрутов доставки Сургутяне провели акцию в поддержку жителей Донецкой и Луганской областей В рамках автопробега «Мы вместе» в колонии, оформленной флагами России, символами Z и растяжками «Мы своих не бросаем» проехали 50 автомобилей Кортеж стартовал из поселка Солнечный, побывал в Барсово, Белом Яру и завершился в Сургуте Оксана Ярославцева продолжит В погожий субботний день на главной площади поселка Солнечный уже с 10 утра начали парковаться авто самых разных марок Прибыл даже свадебный экипаж За руль сели не только представители сильной половины человечества Многие из которых не понаслышке знают, что такое родину защищать, но и автоледи Как отметила одна из участниц, в такое непростое для страны время Важно объединиться и вновь показать миру, что мы своих не бросаем Приятные всегда ощущения, когда ты кого-то поддерживаешь Не важно, какую-то категорию лиц, людей или свою страну Главное, что ты за Вот это, наверное, самое важное Некий драйв, наверное Это всегда интересно, это необычно Флешмоб, автопробег Это всегда что-то, что заряжает людей, объединяет И это важно, на мой взгляд Мне кажется, это правильная акция Потому что сейчас, как никогда, нам нужно быть вместе Данный пробег, наверное, не только в нашем городе Но и во всех городах России должен быть поддержан и масштабирован Потому что это действительно поддержка тех ребят Которые делают, исполняют свой воинский долг на чужбине Мы за мир во всем мире И, естественно, победа будет за нами Для обеспечения безопасности движения транспортной колонны Сотрудники ГИБДД провели с водителями инструктаж Перед выездом участники автопробега возложили в солнечном Цветы к памятнику павшим за Отечество Молодежь Сургута и Сургутского района Вне зависимости от национальности, политических взглядов Объединилась ради того, чтобы выразить поддержку Вооруженным силам России Которые сегодня на территории братской нам Украины Уничтожают оружие, которое 8 лет использовалось против мирного населения Нонбасса Своих не бросаем и выступаем за общую безопасность России и Украины Нашей объединенной организацией профсоюза было принято решение О поддержании решения Владимира Владимировича Путина О признании Донецкой и Луганской народных республик И денацификации, демилитаризации Украины Проведение спецоперации Мы объединились Все, кто неравнодушны Чтобы выразить свое мнение Что да, мы готовы терпеть Мы готовы Все санкции Мы вместе Мы победим Организаторы рассказали Очень много желающих подали заявки выехать в автопробеги Чтобы не осложнять дорожную ситуацию Число автомобилей ограничили Лишь 50 смогли встать в общую колонну Но в целом участие приняли гораздо больше человек Были и семейные экипажи Так что вполне возможно Такие автопробеги состоятся еще не раз Маршрут автопробега «Мы вместе» пролегал через поселки Барсова, Белый Яр и завершился в Сургуте На площади перед строящимся жилым кварталом на улице Киртбая Автомобилисты провели флешмоб, растянули гигантский флаг Российской Федерации Целью акции также было напомнить сургутянам и жителям района О том, что продолжается сбор гуманитарной помощи Жителям Донецкой и Луганской областей Где ситуация остается напряженной Знаем, что достаточно серьезный качественный груз формируется Люди реагируют, люди предоставляют и продукты питания И какие-то средства гигиены Юборчане проявляют инициативу сами Звонят, уточняют, готовы привезти сами То есть из поселений Последняя цифра была порядка 60 с лишним тонн озвучена Люди нуждаются также в медикаментах, одежде В Сургуте пункты сбора помощи находятся по адресам Ленина 45, Ленина 67А, Бажова 16 И в офисе благотворительного фонда «Траектория надежды» на Университетской 11 Оксана Ярославцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости В Сургуте, как и по всей России, сегодня стартовала досрочная сдача единого государственного экзамена Всего в нашем городе приняли решение пройти тестирование раньше начала основной волны 91 человек Первыми пишут экзамен те, кто выбрал химию, географию и литературу В Сургуте таких 24 Из них только двое ребят, которые заканчивают школу в этом году Остальные выпускники прошлых лет, решившие изменить профиль обучения Или те, кто только будущим летом собрался поступать в вузы Есть категория выпускников текущего года, которые либо уже, ну понятно, что они должны освоить программу среднего общего образования Получить определенный допуск И это выпускники, которые пожелали учиться либо за границей, либо это наши спортсмены Которые в тот период, когда основной и совпадают сборы международного уровня Поэтому, конечно, есть право такой выпускников текущего года Есть у нас такие два выпускника, это гимназия лаборатория Салахова, один выпускник и один из первой школы Досрочная сдача экзаменов продлится до 18 апреля На проверку тестов у комиссии есть 10 рабочих дней Уже по истечении этого срока участники узнают результаты Особенностью этого года стало то, что теперь на базе сургутских школ писать ЕГЭ будут выпускники прошлых лет И из других муниципалитетов Сургутского и Нефтьюганского районов и города Покачи У нас досрочный период в течение многих лет проводился в Ханты-Мансийском автономном округе в городе Ханты-Мансийске То есть выпускники прошлых лет ездили в Ханты-Мансийск и там сдавали экзамены А вот в этом году было принято решение Государственной экзаменационной комиссии о проведении в трех территориях Это город Сургут, город Нижневартовск и город Ханты-Мансийск И вот у нас на территории города, кроме сургутских участников ЕГЭ, есть еще участники из Сургутского района Есть участники из Нефтьюганского района Разделяем и сохраняем Теперь бытовые отходы или ненужные предметы сургутяне могут сдавать чаще, чем раз в месяц У волонтерского экодвижения под названием «Раздельный сбор» появился свой центр приема вторсырья Где он находится и что принимают, расскажет Карина Александровна Из переработанного пластика делают игрушки, сумки и даже одежду Например, чтобы изготовить одну флисовую кофту, потребуется примерно 25 двухлитровых бутылок Это вот все то, что можно сделать из переработанных материалов Смотри, какой медведь симпатичный Он сделан из пластика, которого мы сдаем И вот, смотрите, какая кофточка красивая Это тоже сделано из пластика, из бутылок Старые бутылки превратились в новую кофточку О том, каким бытовым отходам можно дать вторую жизнь Волонтеры экологического движения «Раздельный сбор Сургут» Теперь будут рассказывать в своем центре На мастер-классах детей и новичков эко-направления обучат правилам деления использованных предметов Открылась точка на базе культурно-спортивного кластера «Спортзавод» По адресу 30 лет победы, 21-3 Жить экологично – это жить экономично И спонсорской помощи людей, населения, которое поддерживает наше экологическое движение 19 марта, когда центр приема открыл свои двери, сургутяне сдали почти 4,5 тонны торселья В том числе полторы стекла, свыше 700 килограммов пластика, несколько пар лыж, 235 килограммов органических отходов и многое другое К акции раздельного сбора мусора присоединились и сургутские школьники, которые за месяц собрали 4750 пластиковых крышек Общим весом 7 килограммов – 700 грамм Мы давно занимаемся вопросом экологии С 2004 года я руковожу объединением «Югорка» Можно сказать, что далеко за пределами города нас знают И в этом году мы участвовали в замечательном волонтерском проекте «Батарейки сдавайтесь» Нами было собрано 35 килограмм батареек И вот сегодня решили с родителями привезти и сдать добрые крышечки В экоцентре принимают мусор из 20 категорий Сургутяне могут принести даже залежавшиеся книги Мы много чего принесли – батарейки, крышки, бутылки, петропаки, стекло С ребенком мы всегда с ним ходим, получаю его Он уже смотрит, эти треугольнички там, маркировкой смотрит, пятерка, однерка Помогает, принесли в различное сырье То есть от крышечек заканчивая там бумагой, пластик, различной маркировкой Книги, журналы старые Радует, чтобы это было постоянно Вот этого вот прям не хватает Теперь горожане могут дважды в неделю сдавать рассортированный мусор Прежде волонтеров не удавалось организовать сборы чаще одного раза в месяц Вторсырье, которое привезли в день открытия центра Загрузили в три грузовика и отправили на заводы партнеров для переработки Ближайшие города, где примут пластик, металл, макулатуру Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Челябинская область В Сургуте вторую жизнь обретают только органические отходы Карина Алексанян, Денис Зонов, Сургут Интерновости Книжки жителям Сургутского района будет выдавать робот Такая техника появится в центре цифровой трансформации Которую откроют на улице мостостроителей 3 в Барсово уже в этом году В 2021 мэрия приняла полномочия по культуре у пяти поселений Сегодня в каждом из них начался процесс модернизации подведомственных учреждений Уже переоснащен Цитоминский ЦДЭТ, на очереди Ляминский Но самый крупный проект 2022-го, связанный с культурой и дополнительным образованием Все же Барсовский центр Под одной крышей в трехэтажном здании планируем разместить детскую школу искусств Библиотелку Барсовскую, точку кипения департамента образования Молодежную резиденцию Это все будет под одной крышей На сегодняшний день у нас в Барсово и школа искусств, и библиотека Размещены в общеобразовательной школе Отдельно стоящего здания под это нет Оборудовано все будет по-другому То есть, например, это будет уже не библиотека, а интеллект-центр Там будет работать робот-библиотекарь Будут интерактивные панели, тач-панели встроены везде В Сургуте в ДТП пострадала женщина-пассажир Авария, в которой столкнулись две иномарки, произошла на улице Профсоюзов в понедельник днем По предварительной информации, водитель «Шевроле», окрашенный в цвета агрегатора такси, двигался прямо со стороны автовокзала После перекрестка с Чехова на перерез легковушки со встречной полосы выехала автоледи на Hyundai Solaris Мужчина нажал на тормоз, однако уйти от столкновения не удалось Машина остановилась в сугробе В результате травмы получила 68-летняя пассажирка «Шевроле» Ее для осмотра в больницу доставила бригада скорой помощи Ведется следствие В поездах российских железных дорог отменили масочный режим И социальную дистанцию в вагонах-ресторанах А также обязательное измерение температуры тела в ходе поездки Об этом сообщила пресс-служба РЖД в официальных аккаунтах в соцсетях Носить маски продолжат только работники предприятия, тесно контактирующие с пассажирами Монополист отменил ПЦР-тесты для поездных бригад перед отправкой в рейс И норму доступа сотрудников к работе с пассажирами при наличии QR-кода Это все, что мы успели рассказать к этому часу Корреспонденты телеканала «Стургут-24» продолжают следить за развитием событий Самая актуальная информация в удобное для вас время Доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока Я же благодарю вас за внимание До встречи в эфире Пицца-фабрика Доставка от 30 минут, несмотря ни на что Все говорят, что я толстая, не могу остановиться Как сбросить вес? Им все говорят, что я толстая Постоянная одышка и усталость Не могу заставить себя меньше есть Доктор Гужагин 897252 Телеплюс. Тарифы со множеством опций Выбери подходящую по скорости или включи интернет на максимум Наслаждайся качественным телевидением Используй приложение для просмотра на смарт-телевизорах или приставках Услуги видеонаблюдения, безопасный двор, айпи-домофонии, айпи-счетчики Включи них в тариф Узнай подробности на сайте teleplus.ru Авторадио Крупнейшая коммерческая радиостанция И несомненный номер один в автомобилях Нас слушает множество людей Ведь Авторадио Самая узнаваемая радиостанция страны Радио-рекордсмен Которое любят И которое цитируют На котором любимые программы и проекты А еще Авторадио Это доказанный рост прибыли рекламодателей До 69% Радио слушают Авторадио любят Лаврадио Один из самых успешных брендов страны Нас слушают энергичные и целеустремленные люди Ведь мы берем от жизни все Эфир Лаврадио Это эксклюзивные музыкальные премьеры И новости музыкального мира Звездные гости И крутые призы Лаврадио Это утреннее шоу красавцы Музыкальные итоги за неделю Танцевальная музыка Игры в прямом эфире И Биглав Шоу В общем, вы поняли Слушайте Лаврадио Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио Никакой политики И никаких плохих новостей Яркие, прогрессивные и понятные мелодии И танцевальные хиты Которые так любит наша аудитория Русский хит Это еще и мультимузыкальный сегмент эфира Когда вы слышите музыку Музыку и только музыку Настройся на самый русский хит Хорошо там, где есть Радио Дача Радио Дача Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...